Всем добра времени суток, с вами Виталий, я уже снимал ролики на этот канал, вот сейчас даже покажу. Вот я снимал оригинальный звук Apple при запуске OpenCore, снимал программу для создания мультизагрузочных флешек Ventoy, снимал про VSL, снимал настройку загрузчика OpenCore 071 под Coffee Lake, сохранение NetForcepeed Undercover на Windows 11, отвал USB портов Mac OSB Xure 11.4 и выше, новые особенности Picker Variant OpenCore 071 и включение Apple Music Lossless и Dolby Atmos на нашем Hackintosh. В дальнейшем я буду еще здесь снимать ролики, но сегодня не об этом. Сегодня я вам расскажу, как я пользовался разными операционными системами и в итоге пришел на Hackintosh. Был у меня старый компьютер, на нем была Windows XP. Все устраивало, работало, я тогда вообще не знал про другие операционные системы, узнал про Windows 7, она тогда только выходила, установил. Пользовался 7, тоже мне все нравилось, играл в игры, тогда я уже начал больше понимать в компьютерах. Ну и потом я собрал новый компьютер. Хотел туда также поставить 7, но не получилось. Железо новое, Windows можно было поставить только 10 и выше, но выше тогда не было. Поставил я 10, пользовался, полгода она меня устраивала, через полгода начал обесить, но я еще и пользовался некоторое время. Последней каплей стало то, что делал я презентацию в Powerpoint полдня. И потом на 5 минут отошел от компьютера, ничего не сохранил. Прихожу, табличка. Обновление 30% или что-то такое, не выключайте компьютер. Ну думаю, ладно, подожду. Жду, через некоторое время появляется рабочий стол. Моя презентация не сохранилась. Ну, на этом моменте меня винда и достал. Ну, так же бывали иногда синие экраны, вирусы ловил. Ну, с обновлением это недостаток именно на десятке, на семерке такого не было. А все остальное, то что я перечислил справедливо для любой Windows. В винда много вирусов там, захламляется со временем. И винду надо в идеале чистить такими программами, как C-Cleaner. Делать чистку лестера и чистку диска. Сканировать антивирусом. Ну, в десятке уже есть встроенный. И раз в год, раз в два года переустанавливать начисто. Иначе винда нормально работать не будет. Ну, у винды есть и свои плюсы, конечно. У меня она до сих пор стоит из-за этого. Софт пишется весь в основном под винду. Поэтому есть такой софт, который только под винду. Ну, из моего списка, так как я сейчас на macOS, мне не хватает здесь только таких программ, как винтой для записи мультизагрузочной флешки, SP Flash Tool и другие программы для прошивки Android смартфонов. Также я использую Microsoft Access Database. Тоже нет пока под Mac. И игры. Игры на Mac есть, есть хорошие, но те, в которые я играю, есть только под винду. Ну, например, GTA 5, Paladins, Need for Speed. Так вот. Потом я прочитал про бесплатные дистрибутивы Linux. Там Ubuntu, Kubuntu, Linux Mint. Поставил я Ubuntu. Начал пользоваться. Система мне в целом понравилась. Поставилась быстро. После установки не требовала дополнительной настройки. Не требовалось устанавливать драйвера, программы для обслуживания системы. Устанавливал только программы, такие как мне нужны, типа Teamweaver, Telegram и так далее. Система хорошая, простая в использовании, стабильная, обновляется по желанию пользователя. Можно и при правильных знаниях в компьютерах полностью контролировать поведение системы. И внешний вид, можно изменять его. Можно сделать из Linux внешний вид Windows или macOS. Но на этой системе я остаться не смог, так как у меня iPhone и там не было синхронизации с ним. Вообще никакой. Даже музыку скинуть не мог. Я выяснил, что программы, не все которыми я пользовался на Windows, есть при Linux. Но у меня тогда стоял Linux и Windows. Я постоянно между ними переключался. Игр на Linux почти нет. Ну и еще третий минус. То, что много в Linux делается через терминал. Но лично для меня не является минусом. Я привык к терминалу. Хотя в современных дистрибутивах можно в него уже не заходить. Но мне так привычней. А многих пользователей отпугивают от Linux именно терминал. Но потом я вычитал статью про Hackintosh. Что можно поставить Hackintosh на компьютер. Заинтересовался этой темой. Думал, поставлю. Просто интересно, как оно ставится. Интересовали меня всякие эксперименты. Начал я ставить. Скачал образ операционной системы AirDrive. Установил с первого раза. Пришлось завести отдельно сеть и звук. Тогда закинул в УДВРДА. Загрузчик был Clover. Пользовался Mojave. Первый день был приятно удивлен. Так как у меня совпала установка Hackintosh. У меня в тот день перед установкой сломался мой айфон. Ну и тут я при установке Hackintosh залогинился под своим Apple ID. И был приятно удивлен, когда зашел в контакты, календарь, заметки, напоминания и фото. Все мои данные были здесь. Сейчас открывать не буду, так как там мои личные данные. Этот факт меня убедил оставаться на macOS и iOS. Что даже если с моими устройствами что-то случится, я не потеряю своих данных. Все остается, синхронизируется. Это так называемая экосистема. Даже мне звонят на телефон, я могу ответить с компьютером. Сообщения тоже самое. Могу коды из SMS вставлять сразу в Safari, не трогая iPhone. Музыка, железо, если кому интересно, у меня материнская плата Asus Prime Z370P, процессор Intel Core i3800, видеокарта AMD RX 580 на 4 ГБ, видеопамяти оперативная память 4 ГБ, DDR4, SSD Kingston SATA 240 ГБ. Замаскирован как iMac 2019, хотя изначально был iMac 2017, потом маскировал как сейчас на iMac 2019, потом ставил iMac Pro для работы Apple TV+. Ну и сейчас я вернулся на iMac 19.2 и завел Apple TV на этом SM-биосе. Ролик есть на канале, снимал не я, но там все отлично объясняли. Сейчас у меня установлен Apexure 11.5.1, но тогда я устанавливал еще Mojave. Начал обновляться до Каталины. Когда вышла Каталина, у меня паника ядра, ничего не грузится. Я начинаю гуглить. Думал, все, сломал Hackintosh. Сначала переустановил систему на Mojave, потом еще месяц ее боялся трогать, но все-таки решил обновиться. Вычитал, что нужно обновить загрузчик. Обновил Кловер, все завелось. Пользовался Каталиной, все было ок. Потом прочитал, что выходит бета Macos 11. Ставить я ее не стал, но я готовился, что на релизе я буду обновляться. Читал, что Кловер уже не запустит, надо переходить на OpenCore. Не знал, что это такое. Ну, прочитал быстро за один день вместе с изучением материала. А если не считать изучение материала, а чисто на настройку, я потратил минут 10 переход с Кловера на OpenCore. Но, звук был у меня заведен через Voodoo HDL. А я хотел завести через AppleLC, так как у меня аудиосистема 5.1. Ходил по разным YouTube-блогерам, никто мне не мог помочь. Но в итоге завел я звук. Да, сюда пришел я, чтобы завести звук. И сейчас покажу, Ефи смонтирую, покажу, в чем же дело было. Чем мне тут помогли. Вот. Здесь в Device Properties, где пропись звука, нужно было менять вот этот путь устройства. Берется он в JFX Util. Ну, я объяснял, как это делать в ролике по настройке OpenCore 071 и в ролике про завод Apple Music Croseless. Сейчас повторяться не буду, ролик не об этом. Ну, в общем, здесь мне подсказали, что нужно менять этот путь. А затем подбирать правильный лайоут и переводить его из 10-ти личной системы из числения в 16-ти личную. Затем я завел звук через AppleLC. Настроил вот здесь агрегатное устройство. И все завелось. Потом я без проблем обновился на MacOS 11. Big Sur. И ставил все последующие обновления MacOS и загрузчика самостоятельно. Помогали мне только со звуком. Но сейчас я уже и с ним разбираюсь сам. Как-то так. Плюсом MacOS могу отнести стабильность, как в Linux. Тоже она не захламляется со временем. Вот установил я в первый день. Скорость работы не меняется. Хотя система обновлялась. И стоит уже давно программ здесь много. Это все не влияет на скорость работы. Еще синхронизация SOS. Экосистема полностью. Вот эти вот приложения синхронизируются. Вызовы, смски. Потом подписка Apple Music. Тоже здесь просто скидывать музыку на iPhone. Ну, одним словом, экосистема Apple. Здесь все проще, чем в Windows. Где программы устанавливаются просто перетягиванием в папку программы в основном. Что-то можно скачать из App Store. Что-то из сторонних источников. Никаких проблем здесь нет. Ну, к минусам MacOS могу отнести два минуса. Ну, некоторых программ здесь все-таки нет. Но лично из моего списка не хватает только винтой для записи мультизагрузочной флешки. И программ для прошивки андроида. Все остальное я уже нашел в MacOS. Либо те программы, которые пользуюсь, либо отличные аналы. Так, еще с играми здесь тоже не все так хорошо. Не все игры есть под MacOS. Например, GTA 5, Paladins, NetForce Speed, Mortal Kombat. То, что я играю, здесь нет. Ну, и здесь из-за того, что я играю, есть прекрасная игра Asphalt 9. Нативно работает на MacOS. И еще здесь много хороших игр в Apple Arcade и просто в AppStory и в сторонних источниках. Ну, как-то я не играл еще в эти игры. Играю на винде, стоит винда чисто для вот тех двух программ и игр. А так я уже на MacOS. Ну, и второй минус, что не на всем железе MacOS хорошо работает. У меня все работает идеально, так как железо повезло. Нативное. Хотя собирал изначально просто хороший компьютер. Не знал еще о Hackintosh. Просто подбирал хорошее железо. Оказалось, нативное для Hackintosh. Hackintosh можно установить на ненативное железо. Бывает, это хорошо работает. Бывает, работает не очень. Бывает, вообще не заводится. Тут как повезет. Ну, больше MacOS полтензии нет. Мне все нравится. Еще про поводу новой Windows 11. Я считаю, что эта система будет лучше Windows 10. Сейчас она у меня уже установлена. Вроде как обновления должны ставиться лучше. Стабильность. Интерфейс мне больше нравится. Графический. Ну, а там посмотрим на релизе, что будет. У меня совместимый компьютер Intel Core 8-го поколения с TPM 2.0. TPM 2 мы уже обходили. На релизе будет встраиваться телеметрия. Ну, обойдем и это. Поживем, увидим, что они там встроят, передумают. Ну, с десятки на релизе советую перейти на Windows 11. Зависит от вашего компьютера. Если у вас современный компьютер, то да. Советую переходить на 11, если вы на десятку не переходили по каким-то причинам. В Windows 11 также будут новые функции. Android-приложения. Microsoft Teams уже вот работает. Ну, я думаю, заинтересует. Также игры лучше работают. А Windows 11 поговорим уже на релизе. Может еще много чего измениться. Подводя итог, скажу, что мой совет. Это поставить в качестве основной системы MacOS либо Linux. Зависит от железа. Если ваше железо полностью совместимо с MacOS и MacOS на нем работает хорошо, то основной советую ставить. Если железо с MacOS не работает вообще, либо работает плохо, то советую ставить Linux в качестве основной системы для интернета и так далее. Если вам нужны игры или специфические программы, которых не будет на вашей основной системе, советую ставить второй системой Windows. Windows. Если у вас современный компьютер, то советую ставить одиннадцатую. Ну, а если старый, то седьмую. Windows 10 получилось в них не очень. Хотя сейчас, если выбирать между Windows 10 и 11, даже не знаю. С одной стороны Windows 10 не очень, а с другой стороны 11 бета-тестирование. Но когда выйдет релиз Windows 11, я 100% за 11 на все современные компьютеры. Если выбирать из операционных систем Windows. Канал у нас меняет вектор развития. Мы теперь становимся проектом обо всем, обойти индустрию в целом. Раньше мы были проектом чисто о Hackintosh. А теперь у нас будет Hackintosh, Windows, Linux и еще много всего. Ну, в общем, такой вот у нас был разговорный ролик. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Телеграме, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. До новых встреч.